вот такой медведь замечательный характерные вот такие картины это слежавшийся черный наполовину перемешанный сажей снег в дом который растает и там оттуда выплывут куча-куча окурков вот это здание да который сейчас я показываю это физкультурно-оздоровительный комплекс фок вот который построен на месте как раз захоронений герберских кавалеров тут часть кладбища была где были воинские захоронения это факультет энергетический факультет технологии транспорта и связи вот я люблю запгу и вот друзья мы приближаемся к памятнику это памятник но единственный наверное памятник который посвящен первой мировой войне здесь захоронены умершие военнопленные немцы турки венгры и кто еще австрийцы и сам памятник носит название австрийский памятник а тут памятник конечно находится в таком я бы сказал неприглядном виде вот хотя здесь площадка видите заасфальтирована в свое время я вел большую переписку и с руководством забайкальского государственного университета и с министерством культуры российской федерации даже писал в посольство австрии вот и добивался чтобы этот памятник каким-то образом сохранили и облагородили ну вот после этой переписки здесь вот все хотя бы сделали асфальт это это уже хорошо ну а вот этот вот фок вот видите это все конечно расположена на на костях на костях и про это я тоже писал здесь похоронены люди тут везде везде похоронены люди друзья вот эта площадка тоже расположена на костях на костях и здесь даже вот есть вот может быть какие-то камни сохранились с надписями тут было кладбище было старое чекинское кладбище и сейчас мы идем с вами вот как раз тому месту где располагались воинские захоронения но это вот факультет экономики и управления юрфак его в просторечии называют ну я тут смотрю тоже полоса препятствий там гаражи а я не знаю не расширяются или нет свое время я очень строго за этим наблюдал писал в прокуратуру не раз обращался к главному федеральному инспектору инспектору в общем и сейчас вот я приближаюсь к этому кресту и даже вот я не знаю стоит он есть он здесь или нет сейчас увидим крест стоит крест стоит тут выжженная земля тут все друзья тут все было все было кладбище вот и вот он крест и в общем-то я смотрю он тут был пожар все горело какой-то какой-то ковер не знаю вот но слава богу и написано здесь покоится манаев перед он петрович пощади якобы в человека любив и милости в твое создание упокой в селениях святых твоих слава богу что крест этот стоит место конечно ну слава богу она не захламляется потому что я больше всего боялся что это место будет продолжать захламляться но все-таки нет но мусора нет вот эта площадка которая здесь была расчищена по указанию руководства забайкальского государственного университета после длительных моих переписок с прокуратурой с различными ведомствами и наконец-то потом меня пригласил но не то что меня пригласил я пришел на встречу с ректором университета и он мне сказал что свалку мы расчистим и на очищенном месте вы можете поставить крест что я в общем то здесь сделал и слава богу что крест этот стоит здесь ну или бомжи или кто потому что если здесь сейчас пройтись по этим вот местам тут можно найти какие-нибудь землянки вот тут постоянно летом тоже обитают люди без определенного места жительства но крест стоит и как страж в этом месте устанавливал я его здесь сам помогала мне финансово моя тетя моя крестная анна спиридоновна дочь вот моего деда спиридона петровича манаева ну вот и все я на сегодня свою миссию выполнил что касается вот этого пустыря то я наверное все таки обращусь к новому губернатору пока он еще временно исполняющий обязанности но все таки я обращусь чтобы вот эту территорию это ведь огромная территория ее можно превратить в парк в парк тут и сосны растут и деревья растут но было вы было да было свалка но я вот считаю что сейчас вот этот крест он вот с этой стороны защищает вот это пространство от несанкционированной свалки у меня дед воевал в первую мировую войну стоял на рубеже был фронтовиком и здесь сейчас он тоже охраняет эту местность а